Доброе утро, моя любимая страна! Моя сегодняшняя история, это воспоминания, которые были со мной не так давно. Меня вызвали, как говорят, на вызов, на вызов к Василию Игнатьевичу. Это один из вас. Вызвали по оказанию помощи на дому. Была собачка, немецкая очарка, которая была тяжело больна. И когда я делал уколы, делал капельницу, то, что владелец вместе с охранником ушли в конец двора этого дома. То есть дом частный и большой-большой двор. Они сказали, мы не хотим на это все смотреть, мы вот там в конце огорода вас подождем. Когда закончите, позовите. Когда я оказал эту помощь, я прямо пошел по траве навстречу этим двум владельцам, если можно так сказать. Я сделал один шаг, сделал два шага, и в этот момент на третьем шагу вдруг появились так называемые растяжки. Что это такое, я до этого слышал, но никогда не знал. Мои ноги стянули какие-то проволоки. Чем больше я делал шагов и больше я дергался, тем больше эти растяжки растягивали и завязывали мне ноги. Я как стоял, так и упал. Упал. Хорошо, что у меня на плече была сумка, а в сумке был так называемый перочинный ножик. Еле-еле я разрезал эти веревки и вылез с этих оков, этих растяжек. Я кричал, Василий Игнатьевич, на помощь! Но никто не приходил. Они были так далеко, что они меня не слышали. И вот мораль этой истории такова, что иногда мы, ветеринарные врачи, идя на вызов, не понимаем, чем этот вызов может для нас закончиться. В данном случае еле-еле вылез с этих растяжек. Эти растяжки, наверное, от каких-то грабителей, либо от каких-то других людей были лажожены во всем дворе. Они невидимые. И вот я в них попал. Вспомнил о такой истории и решил вам рассказать, насколько наша врачебная работа бывает интересной. Поэтому те, кто хотят стать в будущем ветеринаром и рассказывать подобные истории, поступайте на ветеринарного врача, и таких историй у вас будет много. Всем спасибо и хорошего дня!